В данной ситуации есть решение суда, восстановление решения суда, есть решение суда о том, что эти орехи должны отсюда вывезти, то есть на экспертизу и потом подобное. Давайте мы в решении суда это прочитаем. Теперь смотрите, есть человек, который тут привез толку народа, который наносили дров, не дают следствия при темной группе, видите, вывезти эти орехи. Вот я хочу, чтобы человек при вас ответил, почему это так происходит. Мне просто очень интересно, почему он собрал тут толку народа. Объясняю. В восстановлении суда, во-первых, дело заведено по статье, я не помню, номер, неуплата налогового. В восстановлении суда написано изъятие документов и компьютерной техники. Ни одного слова про орехи в решении суда не написано. Вот, то есть схема стара как мир. Ребята вывозят орехи, передают их якобы на какое-то хранение, потом их якобы уничтожают, продают, обналичивают и деньги к себе покормят. Это версия. Но вы подойдите к старшему следственной противной группе, который вам покажет полностью постановление. А почему не было постановления сразу показано им? Из-за того, что не было решено количество, количество, сколько здесь тонн орехов, килограммов. То есть, когда все вчера перевесили при отсутствии хозяева, это все было перевешено, было все опечатано. И когда было подано этот документ, вот сейчас начну это следствие, есть этот документ, который подтверждает о том, что эти орехи в таком-то количестве имеются право вывестись. Вот почему человек этого не знает. А скажите, а зачем их вывозить? Есть следственная противогруппа, которая может это спросить у них. А вывозить из-за того, чтобы они никуда не пропали, для сохранения контейнеров, это в сопровождении с хозяином, ему предложили поехать вместе с ним, с грузом, и поставить где-то на склад, выгрузить, опечатать вместе с контейнером. Видите, что тут все контейнеры, не просто фуры, а контейнеры, контейнеры снимаются. В данной ситуации. Вот я человеку задал вопрос, он не может ответить. Есть еще такая процедура, передача под ответственное хранение собственнику. Также опечатываются склады, и до решения, что делать с этим грузом, он остается у хозяина. То есть сейчас у нас очень получается классная история. Мы сейчас забираем орехи, везем их в Мелитополь, потом, если вдруг собственник выбивает решение суда, что их надо вернуть, мы опять едем в Мелитополь и возвращаем орехи сюда. Это за чей счет банкет? За государственный? Хорошо, теперь вопрос такой к вам. Вот меня одна единственная версия интересует. Для чего построена вот эта делегация, куча народа, поление скатов, костров? Вот это вот, пускай человек ответит на этот вопрос. Какую роль он играет в этой ситуации? Я уже объяснял, что мы больше чем уверены, что это схема, про которую я говорил ранее. И мы не допустим беспредела в нашем городе. Почему Мелитополь, почему Запорожская область? Потому что разрабатывалась схема оперативного следствия налогового и оперативного в того район. Вот и все объясняется просто. А груз, то, что он рассказывает, вез бы сюда, это неправда, его могли завести к нам в порт за нормальное хранение. Просто как бы маленькие моменты, хотел бы, чтобы вы в них уточнили. Почему не собрали, почему не устраивают вот этот маленький непонятный. Вот этот непонятный, куча народа, вот это самое, поление скатов, костров, куча, как вы видите, вот, трог. Вот это вот маленький, просто трог. А вы как можете это прокомментировать? Я считаю, что в данной ситуации, если закон должен быть, справедливость закона должна существовать всегда, а не вот эти вот непонятки, чтобы поление костров, что думают? Если запалили костер, то все на этом закончится, значит, государство наше никакого права не имеет. Я считаю, надо действовать по закону, платить налоги по закону, а не скрывать этот налоговый. Вот люди тут рабочие, вот моей маме не платят пенсию. А что людям не платят пенсию? Из-за чего? Из-за того, что вот такие, как вот один, и таких много у нас, вы сами знаете, которые налоги не платят, а занимаются коррупцией, вот наняли их, допустим. Они сейчас стоят тут, вот не дают фурам проехать, за это они снимают хорошие деньги с людей, и при этом они дальше продолжают работать, опять же, по коррупционной схеме. Я считаю вот так. Как вы считаете, это... А что именно конкретно, что это за коррупционная схема? А вот вы сами что не понимаете, смотрите, налоги не оплачиваются. Вот сколько работает система, она работает с 2005 года. Когда по налогу пробить, а налоговая, ни один человек тут не оформят официально. Ни одна налоговая не проплачена. Хотя тут реально, посмотрите туда, сколько тут работает, больше 50 человек. Объясните вы, пожалуйста, вы получаете зарплату за государство? Ну, допустим, да, то есть, ну, как бы это самое. Где вы берете деньги? Если бы платили все справно налоги, то мы все получали бы нормальную зарплату. Вы со мной согласны? Вот ситуация, которая выясняется. Ну, перекрытие машинами, что думаете? Они приехали за идею перекрыть машины и вот это не выпустить? Да если бы платить... Платите нормально налоги, никаких вопросов к вам не будет. Налоги надо оплачивать по закону Украины, который у нас существует. Тогда станет легче жить и нам, и вам, и всем нашим детям, и бабушкам, и дедушкам. Я считаю так. Спасибо за внимание. Спасибо. А как вас зовут? Александр. А вы представляете налоговую инспекцию, да? Я не представляю, я понятым здесь был. Для того, чтобы действительно существовала какая-то уже справедливость наконец-то в нашем государстве. Спасибо.